Традиции с Сергеем Михеевым Традиции с Сергеем Михеевым На Куликовом поле был организован фестиваль, посвященный этому юбилею Ну и те, кто там был, говорят, что, в общем, это было достаточно интересно Но фестиваль фестивалем, а все-таки вот о самой этой дате, о ее значении в русской истории Мы бы хотели как раз с Александром Владимировичем Лаврентьевым поговорить Александр Владимирович, ну вот на ваш взгляд, да, все-таки, если можно, короткий экскурс То есть я понимаю, что для вас это, так сказать, может быть банально Но, тем не менее, я думаю, что многим нашим слушателям стоит напомнить о том А что же все-таки произошло тогда на Куликовом поле И какое значение это имело для отечественной истории Да нет, вопрос вполне себе не банальный, но начал бы я с другого А где находится Куликово поле? Многие ли соотечественники наши знают, где это расположено? Вот сразу скажу, что это 300 с лишним километров от Москвы на юг Это самый верховье реки Дон Не того Тихого Дона, который всем известен по Шолухову Это Дон Незовев из Среднего Течения А там Дон вполне себе маленький Повторяю еще раз, очень далеко от Москвы Теперь второе, что надо сказать В 1380 году на берегах реки Дона При впадении маленького притока Непрядва Случилось одно из ключевых событий российской истории И, похоже, не только в Средневековье Объединенные войска под руководством московского князя Дмитрия Ивановича Донского Донское прозвище он получил, кстати, за битву И позже уже, после своей кончины Разбили вшедшее на Русь военным походом Орду темника Мамая Отсюда, собственно, второе название Мамаева побоище Что это значило и почему это было важно Предыдущие 150 лет русской истории Очень известно, как время ордынского владычества на Руси Как время ордынского ига Ига это и политическое доминирование ордынских ханов И, кстати, между прочим, еще и экономическое давление Ибо русские земли платили немалые деньги В Орду называлось это красивым словом «выход» То есть, собственно говоря, русские земли не имели политической субъектности Принадлежа к Улусу, то есть к владениям ханов Золотой Орды Надо сказать, что процесс выхода из-под политического давления И обретения собственной политической самостоятельности Был довольно долгим И вот Куликовская битва, победная битва Принадлежала в этом сражении Колоссальное совершенно место, огромное Это было первое сражение Большое выигранное коалиции русских войск Причем коалиции достаточно серьезной Это было сражение, которое было дано, между прочим, далеки от московских границ Это первый дальний выход русских армий на юг За пределы, собственно говоря, русских земель На юг сильные атаки Третье, что надо сказать, и это тоже очень важно Для того, чтобы политическая борьба имела смысл У нее должен быть лидер Вот борьба за лидерство в русских землях После монгольского нашествия XIII века Была, надо сказать, нешуточной Поживали русские земли период раздробленности И в этом раздробленном состоянии, само собой разумеется Идином отпоре речь идти не могла Должен был кто-то взять на себя лидерство И лидерство это взяла Москва И вот после Куликовской победы случился очень важный перелом Московское лидерство И политическое, и экономическое, какое угодно Вот после Куликовской победы Уже никто у Москвы не оспаривал Оно осталось у нее, собственно, на все оставшиеся Уже не один век русской истории Ну и, наверное, стоит еще сказать о том Колоссальном влиянии, которое победа на Куликовом поле Оказалось, собственно говоря, на русские умы Но это было сражение в своем роде знаковое Очень много говорившее людям прошлого Ну и людям настоящего тоже, тем, кто помнит собственное прошлое Тоже эти слова говорят очень много Ну, кстати говоря, Александр Владимирович Я тут зацеплюсь за ваши слова про Москву Ну, так как все-таки я занимаюсь в основном такой Текущей, скажем так, политикой Вот лидирующая роль Москвы И, как вы отметили, она в том числе была закреплена В ходе вот этой Куликовской битвы Она периодически разными, скажем так, альтернативными историками В том числе нашими соседями, недавними тоже Союзными республиками на той же Украине, например Часто оспаривается и начинает говорить о том Что, мол, все это было как бы несправедливо Хотя я вообще, честно говоря, не очень понимаю Можно ли термин «справедливость» применять к историческим событиям Но, тем не менее, правильно ли я понимаю Ну, по крайней мере, мне так кажется Что, на самом деле, лидерство Москвы Оно было объективно обусловлено, в первую очередь, инициативой самой Москвы То есть, наверное, были какие-то и условия, которые складывались для этого Но и была инициатива, которую другие Там в тот или иной важный исторический момент Не проявили, не смогли проявить Не считали нужным проявить и так далее А Москва это сделала И, в общем, это и есть одна из основных причин того Почему же Москва в конечном итоге Стала центром собирания земель И вообще-то возвысилась над всеми остальными Ну, да, разумеется, это очень большой вопрос И как, собственно, в истории сегодняшнего дня Так и в истории прошлого Действует достаточно много факторов И субъективный, а именно об этом идет речь О лидерстве Конечно, с этих счетов скидывать нельзя Вообще, история, так называемого, возвышения Москвы Это термин, кстати, который придумали историки Русские летописи его не знают Эта история довольно долгая Ну, может быть, два шага в сторону Как вообще выглядели русские земли Условно говоря, времени Куликовской битвы Предшествующего века После нашествия монголов И установления Ига Это был целый конгромерат княжеств А также государственное образование Республиканского устройства Новгород И существовала такая территория Называлась она Великое княжество Владимирское Это, собственно говоря, Владимир, Юрий Пальской Пересталев播 actually современной В котором не было собственного князя И не было собственной княжеской династии И тот, кто владел Владимиром Исторически считался лидером Среди прочих князей Носил титул великого князя И, соответственно, лишаясь великокняжеского титула Лишался этот князь И право владеть этой великокняжеской территорией Великопняжеским доменом Его держали после монгольского времени Князья Тверские Надо сказать, московские держали Но в каждом из случаев Дело было не только в том Что князь передавал Этот домен своим детям И даже не в этом Это практически не было ни разу отмечено Существенно было то, что На это надо было спрашивать разрешение У ханов Золотой Орды Вот это было важно То есть без ханского сигнала Великий князь не мог занять, казалось бы, свой собственный домен И вот, собственно говоря Эпоха князя Дмитрия Ивановича Донского Эпоха Куликовской биты принесла принципиальный перелом В этот момент Князь Дмитрий Иванович Хоть и получал ярлык на Великое княжение Владимирское в Орде Но своим завещанием первым среди русских князей Передал Великое княжение Владимирского Собственному сыну То есть это было, собственно говоря, и начало того самого Процесса уже окончательного политического Объединения русских земель вокруг Москвы Выражены в таком важном, очень юридическом акте Как завещание Великого князя Возможно, в прямой этой битве Не имеет никакого отношения Но что это было явно моё последствие Князь скончался через 9 лет После Куликовской битвы В общем, вполне по нашим понятиям Молодым человеком, надо сказать Это вот ни у кого из историков Сомнений особенных не вызывает А вот насчёт последствий Вы сказали о Ну и я тоже, так сказать, воспитан В этой, по крайней мере, традиции Очень серьёзным влиянием этой битвы На всю последующую историю Но эти тоже Эти факты, они тоже периодически оспариваются Говоря о том, что Ну да, вот была Куликовская битва Но после этого ещё неоднократно Русские терпели поражение Так сказать, и сжигались города И разоряли земли И платили, как бы, дань И так далее, и так далее Всё-таки, на ваш взгляд Вот принципиально, действительно Значение этой битвы И почему, собственно говоря, мы её помним То есть не искусственно ли это всё за уши притянуто Для последующей истории Нашей государственности Ну, разумеется Как человек чуть-чуть знакомый С историческими источниками Я уверен, что это совершенно не так И ничего за уши тут не притянуто Ну, во-первых, одно общее соображение Ни один серьёзный сдвиг Человеческой истории Не происходил одномоментно Вспомним победы и поражение Великой Отечественной войны Совсем недавно дело было Так что и процесс Освобождения ровких земель И выхода их на политическую арену Европейского, азиатского Как самостоятельного игрока Занял сто лет Завершился, условно говоря В конце пятнадцатого века В общем, особенных сомнений И удивлений вызывать не должно И второе, о чём надо сказать Но ведь современники оценили Значение Куликовской битвы Это редкий В отечественной истории случай Когда одному политическому событию Посвящено сразу несколько литературных памятников Вот, может быть, такой не очень Для политических наук Серьёзный аргумент Но я не знаю Ни одного другого события Российской истории Ну, достаточно серьёзных В том числе и военных Чтобы сразу три литературных памятника Были ему посвящены Это так называемые Исторические сочинения Куликовского цикла Задонщина Летописной повести Сказание о Маме и Побоище Что касается Сказание о Маме и Побоище Это вообще, так сказать Самый популярный памятник Русской литературы Мы с вами знаем Что книгопечатание Появилось только в 16 веке Но вплоть до 17 века И даже в 18 Распространение рукописной книги Было огромным Рукописную книгу читали вовсю Так вот, самый, наверное Распространённый памятник Русской литературы Переписываемый от руки Многим-многим поколениям Русских людей Это сказание о Маме и Побоище Мне кажется, это достаточно Внятный аргумент В пользу того, какое место Занимали эти события В умах русских людей Причём, повторяю Неполитическая элита И рядовых читателей То есть, сам по себе Факт по тем временам Того, что эти литературные источники Появились и сохранились Тодолго Он уже является Достаточно значительным Доказательством Всего того Важности всего того Что произошло А не Тоже не было Как бы Ну, неким Как бы искусственным конструктом Потому что, мне кажется Тоже люди, рассуждая об этом Они очень часто перекладывают Реалии сегодняшних дней На те древние времена И им кажется Что, ну, подумаешь Там что-то кто-то написал Вот Ну, о других-то вещах Как бы Писали Писали гораздо меньше Но так как у нас Радиостанция всё-таки такая На широко популярную аудиторию Не могу не спросить Пусть и Такой вопрос Мне кажется Для таких Историков Серьёзных Он достаточно Такой Скажем так Сомнительный Но, тем не менее Да, вот Все попытки Тоже, опять же Там в 90-е годы Ну, в нулевые Создать Тоже какие-то такие Альтернативные версии истории Разговоры о том Что неизвестно Где это была Эта Куликовская битва Была ли она вообще Это ли её место Да и вообще В каком году Это происходило Ну, там пресловутый Фоменко И всё, что с этим связано Я даже, так сказать Прошу прощения За то, что я лично Его задаю Но не могу не задать Потому что Такие вопросы Периодически До сих пор Ещё Значит, плавают Вот в интернете Задают нам слушателей И мне хотелось бы Как раз по этому поводу Хотя бы несколько слов От профессионального историка Рискну Говорить от имени Своих коллег Всё-таки Руководствуемся Тем, что называются Исторические источники Эти исторические источники У нас существуют Всякий историк Чем бы он ни занимался В 20-м веке Или 10-м Всегда будет сожалеть О том, что источников мало Поверьте мне Но, тем не менее Несмотря на всю их Кажущуюся скупость У нас нет никаких оснований Сомневаться в том Что А. Куликовская битва была Б. Она была Верховья Гдона При впадении нетряд В. Что это произошло На праздник Рождества Богородицы В 1380-м году И. Г. Что она имела Огромные последствия Для политической истории страны С любой точки могу начать Ну, например С факта битвы Чтобы никаких сомнений Не было В 1381-м году Через год после Победного сражения Московский князь Дмитрий Иванович Будущий Донской И. Его рязанский визави Князь Олег Иванович Не принимавший участие в битве Но это отдельный сюжет Почему не принимал Заключили между собой договор Московско-рязанский договор 1381-го года В нем упоминается Куликовская битва А что билися Князь Дмитрий Иванович Его брат Князь Владимир Андреевич Русские войска На Куликово поле Вводили два князя Дмитрий Иванович Донской Его двоевротный брат Церковской и Боровский Князь Владимир Андреевич Так вот А что билися Они на Дону с татар Ну что еще нужно У вас есть документальное Подтверждение того Что битва была Александр Владимирович Давайте мы на этом месте Ровно прервемся И прямо с этого же момента Начнем после короткой паузы Традиции Традиции С Сергеем Михеевым Это программа Традиции Сергей Михеев И у нас в гостях Александр Владимирович Лаврентьев Старший научный сотрудник Факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Мы говорим про Юбилей 640 лет Куликовской битвы И Александр Владимирович Сейчас прервал Так сказать Предыдущий отрезок Да Давайте продолжим Как раз говорить о том Собственно Вот Порассуждаем Так сказать О том Что Ну До сих пор Некоторые Некоторые ставят под сомнение Сам факт Куликовской битвы Ее место Там Значение и так далее Что касается Самого факта битвы Вот я только что сказал Что она Упоминается в документе Причем юридически заверенном 1381 года Что Поэтому Я думаю Что этот вопрос Вообще в принципе закрыт Где она происходила Вопрос хороший Но надо сказать Что сейчас Во-первых У нас есть Литературные источники Между прочим Самый ранний из них Создан практически Во время Ну Ближайшие Наверное Года После Куликовской битвы Уже упоминавшейся В нашем разговоре Задонщина Там сказано Донусь Непрятка Знаете Где река С названием Непрятка У нас Среди притоков Дона Всего одна Где она находится В общем Нетрудно Посмотреть Но даже в интернете Да есть и атласы Собственно говоря С указанием рек Происходили Любое столкновение Надо сказать Не без результатов Не буду рассказывать Об этом Все кто Соберется туда съездить Увидят это в музее С собственными глазами Поэтому И с этой точки зрения Сомневаться В том что Куликовская битва Была Нет никаких оснований Да историки Повторяю В этом и не сомневались Откуда идут Это сомнения Это конечно Отдельный Очень любопытный разговор У меня такое впечатление Что в умах Наш современник Вся наука До сих пор делится На официальную Неофициальную Официальная наука Не верит Ну может быть Это частичное Порождение Какой-то давней Советской эпохи Но вот Такие неофициальные Версии Того что Есть официальная Есть неофициальная Они действительно живут И Куликовская битва Это не единственный пример Вы же знаете Разного рода сомнений В том Было Не было Тут ли было Там ли было Так далее Поэтому Это одна сторона Дела А другая Ну не знаю Может быть Историки не дорабатывают Может школьные курсы Что-то не так делают Но что Всегда будут люди Которые будут Подвергать сомнению Очевидные факты Это в общем С этим придется смириться Такие люди будут всегда Ну честно говоря Я так В свою То сказать Загибаю всегда сторону Я лично считаю Что тоже подобные Там версии Всевозможные Оспаривающие Мне кажется Крайне важные Моменты отечественной истории Они в том числе Стимулируются Так или иначе Определенными Политическими кругами В том числе И вовне нашей страны Потому что Вот всячески Заморочить голову Дискредитировать Собственную историю Показать ее Никчемность Якобы Бессмысленность И может быть Иногда даже Недостоверность Это Очень удобный И очень Эффективный прием Вообще деморализации Огромного количества людей В первую очередь Молодого поколения Так что я Абсолютно не сомневаюсь Что подобные штуки Запускались В том числе И при поддержке Каких-то таких Ну совершенно очевидных Недоброжелателей Это во-первых Во-вторых Что касается Там вот этого Обывательского интереса К непонятному Ну люди вообще Интересные любят Что называется Они любят Что-нибудь такое Что Немножко будоражит Их сознание Что вот Какие-то таинственные вещи Вот в том числе Всякие альтернативные Версии истории Все так необычно Перевернуто с ног на голову Вот в школе Учили одно А тут вдруг оказывается Все это не так Ну и вот это доказывает тебе Что ты правильно делал Что получал двойки Да не ходил на уроки Как бы и не учил историю Вот Третье Это просто Мне кажется Недостаток образования И действительно Не желание на самом деле Опираться на факты А желание Ну если честно Смотреть такое Как бы интересное кино Или вот читать Какое-то там Какие-нибудь книжки Типа там Куда да Винчи Или еще что-нибудь В этом роде Но вот всего бы этого Может быть и не было бы В таком количестве Много Если бы все-таки Периодически не появлялись Люди Объявляющие себя историками Имеющие какие-то титулы Да какие-то звания Вот и так далее Здесь с этим тоже Есть мне кажется Такая вполне себе Очевидная проблема А вот Но что касается Образования И роли наших историков Я как раз думаю Что все При желании Можно все найти И все прочитать И в общем достаточно Все это представлено неплохо Но действительно Работает некий такой Вот знаете Такой Ну контрпропагандистский Если хотите момент Когда Все что преподается В официальных источниках Объявляется Как бы Как бы сомнительным Начиная Не знаю От текущей действительности И заканчивая Историческими Историческими фактами Но в том числе Поэтому мы вот такие Передачи проводим Я вам благодарен Что вы так сказать Участвуете в ней Я бы хотел Спросить еще По поводу Ну известной Как бы истории По поводу Для меня Как бы это интересно И важно По поводу История о благословлении Дмитрия Так сказать Донского Который потом Да стал Донским Сергием Преподобно Сергием Радонежским Да И вот в том числе В эти же дни Когда Значит Отмечаются Юбилей Битвы Например В храмах Православной церкви Читаются Специальные молебны По поводу Слябия Пересвета Воинов Которые Вот по крайней мере По преданию Да Сошлись на этом Поле С С монголами Вот Это Вот эти Эти факты Насколько они То есть Вот эта история Насколько она Вам кажется Под подтверждаемой Фактами Достоверной И так далее Ну О визите К преподобному Сергию Великого Князя В 1380 году Говорит нам Житие преподобного Сергия Радонежского Житие было создано Вскоре после его Кончины То есть Это памятник Условно говоря Рубежа 14-15 веков Так его аккуратно Датируем Второй вопрос Что князь сделал В монастыре И почему Он туда явился Вопрос довольно Любопытный Потому что Преподобный Сергий В отличие от Вообще Как считается Он был духовником Великого князя Он был его духовником Но не в год Куликовской битвы Он станет там Много позже И кстати В качестве духовника Подпишут Завещание Князь Дмитрий Иванович В 1389 году Вот Но так или иначе Что Великий князь Ездил в Троицу В этом никаких Сомнений нет У меня есть Еще своя версия Высказал Когда-то в книжке Написана Уже довольно давно И Наверное Даже наверняка Нашим Слушателям Неизвестная Но это не страшно Что она неизвестна Это Ученые Занудная книжечка Но так или иначе Еще раз А как она называется Как это Занудная Она называется После Куликовской битвы Ну вот я советую Нашим радиослушателям Кто интересует Этой темой Почитать ее В любом случае Факт визита Преподобного Сергия В Троицу В общем Похоже Сомнений У историков Не вызывает Еще раз повторяю Какой это был визит В чем был его смысл Это отдельная тема Но что он там был Это точно совершенно И все-таки Вот еще немножко Попрошу развить Да вот эту вот тему Насчет Значения Этой битвы Для самосознания Да Русских То сказать Для самосознания Политической элиты Потому что еще раз Вот я об этом говорил В первой части Довольно Нередко Приходит Слышать Что после этого Было еще много Поражений После этого Сжигали Неоднократно Русские города И все что с этим Связано Вот если можно Все-таки Еще раз Сакцентировать На этом На этом вопросе Что же Что же все-таки Произошло Потому что я-то Еще раз повторю Я-то так сказать Ну в этом смысле Придерживаюсь Довольно традиционной Точки зрения Что это было Крайне важно И для самосознания Русских И для самосознания Русской элиты Да Потому что в конце концов Стало ясно Что монгол Можно побеждать Что на самом деле Так или иначе Как бы да Но есть шанс Содержать успех Вопрос только В том как к этому Подойти Ну и для естественно Для самосознания Широких Что называется Народных масс Которые тоже поняли Что это Что вот это Ордынское иго Оно не бесконечное Да И что На самом деле Выход-то Выход он есть Да И Значение которое Водушевляющее Было произведено На людей И на как бы На князей Так сказать Оно Стало определяющим Да В конце концов Вот почему мы Ее помним Почему об этом Надо вспоминать Не надо забывать Может быть даже Перейти вот Уже к этому В том числе вопросу А почему Сегодня так важно Об этом вспоминать Ну вообще В жизни любого народа Любого государства Есть этапные события Это собственно говоря Нормально вполне Эти этапные события Определяют Обычно Люди Исходя из своего Понимания От того Насколько Случившийся В тот или иной год В истории Их страны Было существенным Я начну Тоже может быть Немножко издалека Мы в общем Имеем Основание Полагать Что Сами масштабы Сражения И его значения Для отечественной истории Русские люди Возможно Очнили Не в 1380 году И даже Наверное Не в 1480 Через столетие Знаете Слишком сложно Слишком долго Страна шла К освобождению Объединение Тоже было штукой Очень непростой Надо сказать Что не всем Это нравилось И в этом смысле Такой Москвоцентризм Оттуда не вызывал Всеобщего энтузиазма Должен вам сказать Но существенно Вот что Существенно Что когда В 1480 году Через 100 лет После Куликовской Битвы Случилось Ключевое событие Собравшее Важнейшее роль Освобождения Русских земель От Орденского ига Так называемое Стояние на Угре Тоже важная дата Которую вы наверняка Вспоминали В своих передачах Так вот Вдохновляя Московского Великого князя Ивана Третьего Который выступил Своими войсками На Угру Чтобы противостоять Армии Большой Орды Один из Авторов писем К нему Так и вдохновлял По примерам Его прапрадеда Князь Дмитрий Иванович Донского Вот это вот для нас Показатель того Что в национальном сознании В национальном сознании Русских людей Куликовская битва Уже обрела Значение этапное Еще раз повторяю Наверное Это случилось не так Вообще у нас Довольно часто Происходят события Знаете Прямо на глазах Казалось бы А вот значение Мы оценим Не сразу далеко Возможно Также было Здесь полусражение Из-за потерь Из-за дальнейшего Хода Русско-Ордынских Отношений Вы правы Через два года Между прочим После победного Куликовского сражения Татары сожгли Москву И Очень часто Это воспринимается Как некий Аргумент В пользу того Что же бились Что же сражались Что кровь проливали Москву сожгли Тем не менее Сейчас повторяю Существенная вещь Это вектор Движения страны И вот вектор Куликовской битвы Заданы И укреплены Было определено Это А Обретение Политического Единства Может быть иногда Не всегда Между прочим Выгодно В этот момент Стране Ибо политическое Единство Должно подкрепляться Экономически А вот с этим Была довольно Большая проблема Политическое Объединение Не всегда Несло Еще и Экономическое Единство Стране Это было Очень важно Тем не менее Вектор Повторюсь Был задан Движение Было намечено Куликовская Битва Стала Существенным Моментом Который Этот вектор Поддержал И определил Дальше Собственно От него Страна Уже И не отступала Второй вопрос Это я вернулся Может быть Опять к началу А когда Это было оценено Как колоссальные события Ну вот судя по всему Это случилось Все-таки В 16 веке Вы знаете Ведь князь Дмитрий Иванович Получил Свое прозвище Донской Ну условно Варил Коха Ивана Грозного Когда Случилось Такое переосмысление Российской истории По многим обстоятельствам Связанное С этапным Существованием Этапом Который прошла Русская страна При Иване Грозном Как вы помните Это из Великого Книжения в царство И это не Смена терминов Это существенный Такой был Политический этап И вот в ходе Переосмысления Того что происходило Там целый ряд Литературных памятников Вдруг выясняется Что князь Дмитрий Иванович Мет почетное прозвище Донской До этого мы Одним его не знали Так что это наверное Тоже Определяет Каким образом События 1380 года Повлияли на дальнейший Код Отечественной истории Ну наша передача Потихоньку Подходит к концу Поэтому Вот наверное Последний вопрос Мы будем По поводу того А что же сегодня Стоит делать Ну скажем И в общественной жизни В культурной И в образовательном процессе И в исторической науке Для того чтобы Все таки И вот это событие Да Каким то образом Продолжало оказывать Влияние на то Ну как мы Живем Что мы думаем Что мы знаем Да Вот Ну и о том Чтобы Как бы уроки его В том числе Не забывались И за вот этой вот Какой-то чередой Таких вот Наносных новостей Хотя может быть Тоже Значения Многих из них Мы пока не оцениваем Оценим позже Но тем не менее Мы не забывали Собственные истории Вот я упомянул Что На днях Как раз В связи с Юбилеем Прошел в Тульской области Фестиваль Посвященный Этому событию Он такой То сказать Был Такой Немножко Немножко Такой новаторский Но В общем В любом случае Все кто там был О нем Позитивно отзываются На ваш взгляд Вообще Что надо делать Чтобы вообще Историческую традицию Развивать Популяризировать И Вот Так сказать Двигать в массу Что называется Ну вы знаете Советы на этот счет В общем Довольно банальные Читать книги Путешествовать Ну вот вы заговорили О фестивале Вы знаете Эти фестивали Проводятся на Куликово поле Уже лет 10 Если не больше Понимаете Я очень рад Что они добрались Наконец До федеральных каналов И до федеральных средств связи Но поверьте мне И пять лет назад Там было тоже интересно Вот Поэтому призываю всех Кому интересно Сказать Этот интерес свой удовлетворять Сказать А способов для этого Великое множество сейчас И отличные книги Сказать И музеи есть Сесть на Куликово поле Лучше аргументы Придумать А кстати Вот интересно Что Что касается книг Ну известно Что книг-то достаточно Только читать их особо Сейчас уже не любят Да Предпочитают всевозможные Такие Менее Менее Так сказать Напряжные Что называется Да Формы познания Вот Мне довольно странно Кстати Что не в советское время По-моему Я по крайней мере не помню Не сейчас Не снято ни одного Фильма художественного По поводу Куликовской битвы Я по крайней мере Вот так вот пытался Вспомнить Не могу вспомнить А все-таки Вот этот фильм Мне кажется В том числе И в содруже С историками Было бы неплохо снять Так как Ну он во-первых Может быть и достаточно Зрелищным А во-вторых Ну все-таки Хотим мы или не хотим Но огромное количество Людей сегодня Потребляют Огромное количество Визуальной информации Я бы тоже хотел Чтобы все читали книги Честно говоря В первую очередь Но тем не менее Тем не менее Как бы Ну так сказать Времена меняются И Такие вот визуальные формы Имеют очень Очень серьезное значение Как вы считаете Вот фильм на эту тему Имел бы смысл снять Ой Знаете Вопрос тяжелый В последнее время У нас снимается Много исторических фильмов Так сказать Не буду перечислять Ладно Хорошо Вы их знаете Не хуже меня Что-то я не помню Ни одного Который Казался бы мне Достойным той темы За которую он брался Касается ли это Александра Невского Там я не знаю Князя Владимира Ну и так далее Все-таки Кинематограф Живет своими законами Снимает для себя Какие Всякие отсылки К историческому Прошлому Как к мотиву Для того Чтобы значит Вот считать этот фильм Некой информацией О том Как оно дело было в прошлом Мне кажется Это в общем Вещь довольно наивная Ну что там говорить Великий фильм Под названием Александр Невский Но к князю Александру Ярославовичу Он все-таки Имеет довольно Касательное отношение Вы имеете ввиду Советский фильм Или какой Конечно Из Эйзенштейна Великий фильм Равно как и Иван Грозный Того же Из Эйзенштейна Ну я понимаю Да скептицизм историков Но с поправкой на ветер Что называется Да возможно Эти фильмы У кого-то породят Желание И почитать книги И все-таки Каким-то образом Проникнуть Да В то что было Хотя Но видимо Это просто Ну дань времени И Причем не мы ее даже Не мы эту моду установили Значит Формировать историческое Мировоззрение Через Визуальный ряд Через фильмы В первую очередь Голливудская традиция И я почему-то Так об этом говорю Об этих фильмах Конечно я не думаю Что Голливуд станет снимать Про Калюковское поле Это крайне маловероятно Но тем не менее Довольно часто бывает так Что если не снимаем мы То снимают другие И их версия И их версия событий Да Становится превалирующей В умах Большого количества людей Хотя я понимаю Скептицизм историков Я вообще думаю Что профессиональным историкам Смотреть любые практически Исторические фильмы На любые темы Как-то наверное Не очень удобно Да Так сказать Неуютно И может быть даже Невозможно Вот Ну и тем не менее Я тут уже со своей Так сказать Такой Скажем Более Более поверхность За колокольни Скажу что Мне кажется Что популяризация Все равно нужна Да Важно чтобы Это не проращалось Просто в шоу И понятно Что фильм Не может быть Источником Подлинного Исторического знания Там да По поводу Того или иного события Но по крайней мере Акцентировать на нем Внимание И может быть даже Значит Возбудить интерес К тому что происходило Там Подвигнуть К прочтению книг Исследователей Серьезных исследований В том числе Это могло бы Вот Могло бы Тут главное Главное Так сказать Не нанести вреда Я напомню Что мы сегодня Разговаривали с Александром Владимировичем Лаврентьевым Старшим научным сотрудником Факультета гуманитарных наук Выше школы экономики И мы вспоминали Юбилей 640 лет Куликовской битвы Событие Которое произвело Огромное влияние На всю отечественную историю О котором Стоит помнить Говорить Читать книги В первую очередь Да И я благодарю Александра Владимировича До свидания Всего доброго Традиции